Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 5 мая. Напомню, что в воскресенье пройдет второй тур выборов во Франции, поэтому рынок ожидается данного события. И прежде чем мы перейдем к нашему разбору текущей ситуации, небольшое объявление по нашему еженедельному вебинару. Наш еженедельный вебинар будет смещен на неделю и в понедельник, 8 мая вебинара не будет. Поэтому мы с вами увидимся на вебинаре через неделю. Итак, что же у нас происходит по паре евро-доллар в ожидании второго тура выборов во Франции? Мы можем видеть, что во второй половине торговой сессии вчера пара ушла выше отметки 1.0951, что подтверждает продолжение восходящего тренда. То есть фактически стояли неделю в боковом диапазоне, не уходили ниже отметки 1.0850 и вчера импульс, который состоялся, подтвердил продолжение тенденции восходящей. Ближайший разворотный уровень по данной паре мы можем отметить на минимуме, который был вчера в области 1.0873. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое на текущий момент восходящее движение. Вчера были попытки уйти ниже отметки 1.2862, ниже минимума 2 мая. Но мы видим, что темной свечой мы сходили вниз, затем следующей свечой вернулись обратно в диапазон выше отметки 1.2864. Поэтому пока сказать, что данный пробой был полноценным мы не можем. Поэтому на текущий момент по британскому фунту я бы отмечал именно продолжение восходящей тенденции с ближайшей целью ухода выше отметки 1.2947. Полноценное закрепление за уровнем 1.2860 уже может подтвердить начало нисходящего коррекционного движения по паре британский фунт. Пара австралийский доллар и американский доллар практически без коррекции продолжают свое нисходящее движение и ближайший коррекционный уровень. Локально мы можем переместить на отметку 74.30, но значимость его будет пока не столь сильной. Все-таки уровень на максимуме 3 мая является более значимым по последнему движению, которое мы видим по австралийцу. Пара американский доллар, канадский доллар также продолжает свои восходящие движения и ближайший коррекционный уровень. По данной паре мы можем переместить на минимум вчерашней торговой сессии в область уже 1.3695. По текущей ситуации тенденция на укрепление американского доллара по отношению к канадскому доллару также продолжается. Пара американский доллар и японская иена сегодня с утра уходят ниже минимумов вчерашней торговой сессии, но пока разворотный уровень по данной паре я бы оставил на отметке 1.1195. Пока пара торгуется выше данного значения, тенденция остается на повышении. Соответственно, уходят ниже данного уровня, открывают предпосылки на начало нисходящего коррекционного движения по данной паре. Пара евро-фунт обновила максимум 2 мая и, соответственно, мы видим продолжение тенденции на укрепление в рамках краткосрочной перспективы по паре евро-фунт. Ближайший разворотный уровень по данной паре пока остается на отметке 84.22. Индекс DAX вчера также обновил локальный максимум, доходили до отметки 12656. Сегодня с утра торгуемся вблизи данных уровней, немного скорректировались несколько часов назад, но на текущий момент тенденция также остается на укрепление по данному инструменту. И, фактически, так как движение, которое началось с 3 мая, было без коррекции, поэтому на текущий момент более важный уровень, на мой взгляд, находится на отметке 12470. Это минимум 3 мая. Золото с утра корректируется. Вчера доходили до отметки 1225 долларов за тройскую унцию. И сегодня с утра скорректировались до отметки 1234. Но на текущий момент тенденция также остается на понижении по данному активу. Ближайший разворотный уровень остается на отметке 1257 долларов за тройскую унцию. А нефть марки Brent продолжает свое стремительное нисходящее движение. Сегодня с утра дошли до минимума в области 46.34. И на текущий момент ближайший уровень мы можем скорректировать, переместить за максимум, который был сформирован вчера. Это область 50 долларов 40 центов за баррель нефти марки Brent. Ну и по индексу доллара мы также видели попытки пробить область сопротивления 99.23. Фактически одной свечой ушли вверх, второй вернулись обратно. И соответственно вернулись в область 98.58, что на текущий момент не дает подтверждения на начало восходящего движения по данному активу. А пока все оставляется на прежних местах. На текущий момент тенденция на ослабление индекса доллара также остается в приоритете. Уход ниже и закрепление за отметкой 98.57 будет являться подтверждением данного сценария. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Увидимся на наших вебинарах на следующей неделе. Еще раз небольшое предупреждение о событиях, которые могут повлиять на рынки довольно-таки существенно. Поэтому будьте аккуратны. В воскресенье второй тур референдума и имейте это в виду. Всем спасибо за внимание и увидимся на следующей неделе.